Время проявленности, онлайн-предпринимателей и женских денег. Я поняла, что я хочу жить вот так. Сейчас мы выстрелим, сейчас мы выстрелим, сейчас что-то начнет получаться. Это утопия. Мне срочно нужно в этот мир, вот этих всех женщин. Я поняла, чего мне все время не хватало. Но это была жирная взятка. Стыдно, неприятно, хотелось бы, чтобы это не было, но это есть. Я вспомнила, как мне бабушка в детстве говорила, подняла голову и идешь. Почему одно успешное, а другое неуспешное? Из своего дела смоделировал новую модель прибыли. Эти же деньги, но по-другому. Вот все, что я вложила, вот это стоит 3,9 миллиона. Я знаю, что людям нравится, когда им продают, но виртуозно. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Ольга Чевыкина, и вы смотрите YouTube журнал «Женщины». Спасибо вам за это. Если вдруг на нас не подписаны, подпишитесь, пожалуйста. Сегодня у нас новый эксперт. Вообще я обожаю наш новый сезон, потому что много предлагаем вам новаторских идей, инструментов, методов, подходов и знакомим с новыми специалистами. Сегодня у меня в гостях Яна Ащина. Дорогая, привет. Да. У тебя очень неподходящее название, неподходящая специализация, потому что сейчас нас сразу же с первых секунд обвинят в инфоцыганстве. Мы с тобой на этом рынке работаем, мы регулярно отбиваемся и сегодня продолжим делать то же самое, потому что ты эксперт по запускам. Да, все так. Это абсолютная правда. Но вот сейчас, если у вас какой-то тремор случился, вы, пожалуйста, возьмите себя в руки и все-таки доверие, которое мы с вами взаимно друг к другу формируем на протяжении уже четырех лет существования YouTube журнала. Моя репутация, мои подходы, подходы команды должны вас убедить в том, что эта беседа будет полезна, информативна и даже тем, кто вообще не собирается выходить в онлайн. Ну, во-первых, те, кто мечтает выйти в онлайн, действительно людей таких много, девчонок, которые нас смотрят, таких много. Те, кто уже пробовал что-то делать, набирать мини-группы. Вот я спрашиваю, недавно встречалась с приятельницей, такая, ну вот, у меня там на первом потоке 12 человек было. Такое тоже есть. Первые пробы, как усилиться или, может быть, отказаться от этой идеи и как раз концентрироваться на оффлайне. Плюс у нас будет такой большой объемный материал по твоей биографии. И мы же за кадром начали говорить, у Яны есть суперспособность, суперключ, который очень редко встречается в людях. Он мне тоже дан, но скорее им это была данность в моей жизни. Я много переезжала, потому что родители военные. Яна достаточно часто меняла города и места жительства, просто потому что искала для себя подходящую геолокацию. Может быть, я ищу даже ее ищу до сих пор. Класс. И это будет выпуск про решимость, про способ принятия решений, про то, как не пожалеть и про то, по каким критериям ты оцениваешь, подходит, не подходит. У огромного количества наших зрительниц, девчонок, есть проблема с личными границами, с осознанием того, чего они хотят, с умением говорить нет или спасибо, хватит, достаточно, я поехала в другое место. И не пропустите наши следующие выпуски, там будут разборы реальных кейсов, потому что мы, как всегда, в нашем телеграм-канале собирали истории. Будут разборы по письмам и придут наши зрительницы, девчонки, которые уже первые пробы запусков делали. Но для начала давай поговорим о твердых фактах. Ты предприниматель, во-первых, у тебя медицинское образование, ты в косметологии работал, у тебя была своя клиника косметологическая. И ты сказала такую фразу, которая очень мне импонирует, что бизнесу могут учить те, кто... Практики. Кто строил бизнес в оффлайне. Кто этот бизнес делал в оффлайне, не все коучи с тобой согласятся, потому что коуч-наставник – это правда профессия. Я знаю людей, у которых коучинговый бизнес – это и есть их единственный бизнес. Но такая позиция мне ближе. Расскажи, пожалуйста, как предпринимательство вместе, видимо, с папой и девяностыми вторглась в твою жизнь. Чтобы люди больше понимали, сейчас вообще онлайн воспринимается как что-то непонятно. Потому что, на мой взгляд, наоборот, пришла такая эпоха глубоких, твердых, продвинутых экспертов. Но они молчат. И, соответственно, в инфополе вы увидите то, что вы видите. Но это искажение, это неправда. Один в один. Вот прости, я сейчас дополню, я просто только что вернулась из своих гастролей спикерских. Мы ездили, вот я 10 городов объехала, и там сидели эксперты и предприниматели в зале. И они все всегда кивают, знаешь, на какую фразу? Про то, что вот вы сидите, стесняетесь и думаете, что вам нужно еще поучиться. Они такие, да, да. А другие, вы же знаете, людей из вашей отрасли, которые менее компетентны, но громче о себе заявляют. Они такие, да, да, это наша боль. И сидят. И сидят, учатся и стесняются. Рынок, правда, очень грязный. Грязный, да. Многие рынки. Потому что вот такие надутые мыльные пузыри выходят в паблик. А те, кто твердые эксперты, сидят и никак не могут начать. Это абсолютно так. Вот я срез по 10 городам. Ну вот так как через меня прошли тысячи людей, на самом деле, начиная там с медицинского бэкграунда, я, например, понимаю, почему это происходит. Мне кажется, здесь лежит поколенческая теория. То есть нас очень сильно воспитывали, что мы должны обрести профессию. И очень сильно они воспитывали, что мы должны быть предпринимателями. Вообще мой как бы феномен выхода, он наоборот связан с майнсетом предпринимательства. Как одно, ну вот как-то синтезируется с другим. Вот творческое начало и операционная деятельность. И вот на стыке ты как бы понимаешь. Но с приходом интернета одни люди его очень сильно недооценивают. Им говорят, вот тренды, тренды, тренды. Но никто не расшифровывает, что это такое. И если мы людям расшифруем, например, вот с тобой сегодня, там еще в других выпусках, или вообще начнем говорить, то они поймут, что это такое, с чем это связано. Экспертиза, это, конечно же, классно, что люди получили профессию. Но на вопрос, сколько ты зарабатываешь, люди будут отвечать 100, 150, 140 тысяч в лучшем случае. В лучшем случае. Но они будут говорить, что у меня 5 дипломов, 2 образования, я там что-то написал, что-то сделал. И когда это люди перечисляют, я, например, жду, что они там скажут миллион. И вот это вот какое-то странное… Ну, какое-то справедливое вознаграждение должно быть за это. И эта несправедливость через, например, социальные сети очень сильно поколенчески наслаивается. То есть одних учили профессии, а вот эти маленькие кейсы, которые ты видишь, я вижу, все люди видят, это наоборот, маленькие предприниматели. В них нет экспертности, но в них предпринимательское начало. Они быстро понимают тему, они в нее входят, они собирают деньги. И здесь, ну, есть же такое выражение, я могу отчитаться за все миллионы, кроме первого. Ну, как бы, знаешь, как бы вот дай бог, чтобы у этих людей, которым 20 лет, они там что-то сделали в этой нише как предприниматели, но не как эксперты, просто поняли тему, нашелся наставник, который им потом бы помог построить какой-то нормальный системный бизнес, когда у них появится экспертность. И когда мы говорим, что время проявленности онлайн-предпринимателей из женских денег, женщины – это вообще те люди, которые постоянно ищут тему. То есть, как улучшить что-то в семье, как что-то куда-то превратить, как сделать личный бренд, как из хобби сделать профессию. Они очень ищущие. И сейчас их время. Время женских денег. Ну, например, я вижу, мне 44 года, и моя целевая аудитория – это 35. Врет, мы проверим, у нее паспорт и вам доложим в следующей серии. Да, там от 35 до 45 в основном. И это все вот связано вот с этой профессией, с экспертностью. Я люблю прям свежие, живые примеры. Сегодня мне в Телеграме под постом пишет девочка. Ну, такой Телеграм, я начала рассказывать свою личную историю. И она говорит, а в чем вот как бы ключ? А там, ну, я пишу пост, и типа, ну, будет продолжение, да? Я ей говорю, в смене роли нужно принять новую роль, понимаете? То есть вы классные эксперты, но для денег и для какого-то вот квантового скачка нужна роль предпринимательская, либо самозанятый. Ну, то есть смена статуса ведет за собой новые кардинальные действия. И не формально, не юридически. Конечно, конечно. А именно как бы вот майндсет должен у человека поменяться. И на самом деле, как ты сказала, я эксперт по запускам, но мне все время кажется, что я эксперт по предпринимательскому майндсету. То есть я как бы людей беру и вот с этого уровня дотаскиваю вот до того, чтобы им сказать, слушай, деньги – это не криминал. Деньги в нашем государстве есть несколько вариантов, как легально заработать. Конечно. Получить профессию, пойти в найм, стать самозанятым, стать предпринимателем, стать бизнес-вумен. Выбирай, что ты хочешь. Из своей профессии делай какое-то свое маленькое дело. Но не делай это в оффлайне, потому что слишком высокий порог входа. Ну, то есть я как вот человек, который строил оффлайн-бизнесы, я, например, понимаю, открытие клиники – это 30 плюс миллионов. Ну, вот в моем там случае, да? Да, или ресторана, или мастерской, или каворкинга. Любого предприятия в услуговой сфере – это 30 плюс миллионов так и есть. Ну, я знаю, почему они этого хотят. Они думают, что это связано со стабильностью жизни. Да, это как будто более гарантированно. Да, у меня была эта ловушка. Вот я могу… Почему я как бы люблю людей, в плане… Я люблю прям простой народ, потому что я его понимаю. Вот мы идем тут в Екатеринбурге. Вот сейчас тут какие-то ярмарки, выходные проходят. Да, я тоже с неудовольствием обнаружила вчера отсутствие парковки в центре города. И я вижу у их быт, как они развлекаются. И на самом деле я иду, и вот, знаешь, такие вот есть картонные тарелочки, а в них шашлыки. И если вот быт человека такой, и у меня был такой быт, и я иду и говорю, спасибо, что это не я. Потому что я знаю, что это такое. На тебя хейт обрушится, понимаешь, после этих… Почему? Ну, потому что ты отделяешься от людей. Я не отделяюсь от людей. Я наоборот его понимаю. И я всем своим контентом им говорю, что есть другие выходы. И это не обязательно криминальные выходы. И это не обязательно зашкварные выходы. Да, это не обязательно обманывать людей. Это не обязательно обманывать людей. Наоборот, я считаю, вы обкрадываете людей. Не даете свою экспертизу. Если вы не даете свой голос в эту адекватность. Вот я, например, говорю, я масштабирую адекватность. Я не работаю с экспертами, у которых нет твердых навыков. Самые мои любимые люди кто? Психологи, врачи, коучи, учителя, бьюти-мастера, ремесленники. Вот они, простые ремесленники. То есть я их прекрасно понимаю. И я понимаю, как их перетрансформировать в другую модель. Заявите себе. Еще раз повторю, что у нас во втором выпуске мы разберем несколько кейсов описанных. Потому что мы в Екатеринбурге сейчас наши выпуски записываем. Не все смогут прилететь. Но в третьем выпуске у нас будут гостями на площадке наши девчонки, наши зрительницы. И вот креда нашего ютуб-живнала. Вообще всего того, что мы делаем в содружестве с экспертами, со зрителями. То есть это не просто ютуб. Это сообщество, где мы друг друга понимаем, поддерживаем, помогаем расти. И иногда через боль это происходит. Потому что и в письмах боль. И девчонки придут, скажут, что у меня не получилось. Они вынуждены будут сказать это на камеру. Это достаточно тяжело. Но это подготовка к прорыву. То есть без этого точно не получится. Что я говорю, у меня прямо сейчас по всему телу мурашки туда-сюда носятся. Потому что то, о чем ты говоришь, мне супер созвучно и понятно. Я вижу столько адекватных, образованных, профессиональных людей. Но где твой финансовый результат? Где он, да? Где он? И они тоже самокопанием, самогноблением занимаются. Все больше и больше себя закапывают. Поэтому попытаемся сегодня, хотя бы для нескольких человек, которые окажутся на съемках. И я надеюсь, для нескольких десятков, а может быть сотен, тысяч человек, которые нас смотрят через экран, переломить эту ситуацию. Ну смотри, мы с тобой одного поколения между нами. Это микроразница в нашем возрасте. Это уже статистическая погрешность, мы ее не считаем. В 90-е годы мы были уже вменяемыми вполне. Мы их помним и осознаем. Ты сказала в прединтервью такую классную вещь, что на тебе отпечаток предпринимательства. Ну да. Объясни, пожалуйста. Расскажи, пожалуйста, про это. Причем негативный. И ты смогла это переплавить все равно в свой успех и в культ предпринимательства. В моей семье папа был предприниматель. Сначала он был строитель, потом он занимался там еще какой-то деятельностью. То есть он работал в нами. Мама у меня, медсестра, она работает в больнице, работала. То есть это достаточно такое время было непредпринимательское. Но когда стал рост предпринимательства, благодаря переворотам, то есть он как-то начал предпринимать вот эти действия. Этому не учили. Это сейчас я могу открыть канал Игоря Рыбакова и учиться бизнес-навыкам. Или кого-то, кто мне нравится, или там Бориса Зарькова. То есть я могу выбирать все, что мне угодно. И слушать этого человека, пропитываться энергетикой. Вот как бы это такие смыслы. Я вообще не понимаю людей, которые там что-то хейтят. Можно загуглить, как открыть бизнес. Раньше ничего нельзя было загуглить. Да, господи. Ты каждое утро с Оскаром Харкманом можешь проводить. Потому что столько видяшек записано. Я все время говорю, когда у людей вопрос на изменение окружения, в наше время он вообще не стоит. Да. Он 30 лет копил эти смыслы и в 10 минут на видяшки выдал. Так забирай. И, соответственно, мой папа стал предпринимать различные виды деятельности. И дядя тоже. И, ну давай, так. У одного получилось, у другого нет. Так. Да? У дяди получилось. У дяди получилось. И там прямо была такая небольшая история. Вот прям как новый русский, понимаешь? То есть вот эта история, да? Это неплохая история. Человек просто сделал региональный бизнес. А у папы нет. И вот вторая попытка, третья. Несколько этих попыток. Это же все за собой влечет какие-то кредиты. И это от незнания. Конечно. Не было института предпринимательства. Ну, конечно, как ему задастся, если у нас такой негатив о предпринимателях? И только сейчас строится в соцсетях личный бренд предпринимателя. То есть я говорю, я предприниматель. Кто-то говорит, я предприниматель. И какой там, ну, например, мы можем вспомнить фильм, где предприниматель был героем? Никакого. Никакого. Там был фильм, знаешь, «День рождения буржуя». Был такой сериал, как бы. Я помню. Но это вообще негативная коннотация. И, соответственно, я реально… Ну, так давай бригаду возьмем и так далее. Это вот, ну, как бы показано, как будто бы единственная форма предпринимательства, причем, как бы, противозаконная. Криминальная, да. И, соответственно, вот эти вот кредиты, они все нас, как бы, ну, куда-то загоняли. Мы не бедствовали, там не было какой-то петанты. Просто это все время было от того, что вот сейчас мы выстрелим, сейчас мы выстрелим, сейчас что-то начнет получаться. Но это не выстреливало. Потому что не было понимания рынка, экономической грамотности, каких-то бизнес-навыков, вообще ничего не было. Ну, и кредиты под сумасшедший процент тогда давали. Да. Но я втягивалась в эти истории. Мне было интересно. И я сейчас понимаю, как обычно, можно что-то понять только сверху глядя вниз. Снизу вверх смотреть, ты ничего не поймешь. Тебе эти люди кажутся неадекватными. И сейчас я понимаю, что, первое, меня это научило не бояться расставаться с деньгами, брать, отдавать, выкручиваться, что-то делать. Это меня научило постоянно пробовать и тестировать гипотезы. Ну, не получилось, окей. Мы же как-то дальше живем, да. То есть тестировать какие-то гипотезы. И это меня научило коммуницировать с людьми. Я поняла, что в предпринимательстве очень многое решает ниша, тема, в которой ты работаешь. Вот, например, есть ниша психологии. А приори ниша любого психолога, она жирная, большая. Она вытащит даже бездарность. Так скажем, ты просто на этой теме можешь выстрелить. Потому что рынок уже перегрет за вас, уже все знают, что нужно к психологу обращаться. Бизнеса сформирован, и на входящих можно только работать. Да, он сформирован. А у нас были бизнесы оффлайны. Чтобы ты понимала, это такие бизнесы были. Например, мы открыли пивцех. Мы варили пиво, английский L. Полный цикл производства до продажи его по точкам. У нас было швейное производство. Полный цикл спецодежды. Постельное белье. Людей надо нанимать. Людям надо зарплаты платить. Обязательства какие-то надо выполнять. Станки. Станки, оборудование, аренда площадей. То есть вот такие вот моменты. И в момент последнего, 2010-2016, последний кризис на импорт, мы уже не смогли закупать никакие ткани. В общем, это все закрылось. Вся эта история. И пришлось увольнять этих людей. Это тоже определенный навык. Лидерские качества. Выходить, увольнять людей. И говорить, что вы знаете, зарплату платить нечем. То есть вот такие вот истории приходилось переживать. Нам не остались сейчас кредитов. И по зарплате обязательства люди было такое, что они были недовольны. Понимаешь, нужно было договариваться, закрывать эти моменты. Неприятные темы. Я просто подумала, что это классные штуки. Просто, наверное, я не в той нише, не в то время. И как-то я чего-то не знала. И каких-то знаний не хватает. И мне не хватает знаний. Я остановилась. Отец прекратил что-то предпринимать. Я ушла в найм, потому что мне нужно было долги оплачивать. Да, закрыть свои кредиты. Вот, слушайте, я сейчас на этом месте хочу сделать ответвление, потому что вот тут начинается твоя принципиальная разница с большим количеством людей. Когда не получилось, очень многие... Ну, во-первых, это отчаяние, это самоуничижение, отбивается напрочь желание пробовать что-то еще и другое. То есть это, наоборот, очень сильно человека подтапливает. Не говоря уже о том, что остались кредитные обязательства, еще и с репутацией нужно было работать. Хотя это бизнес, и бизнес это всегда риск. Вы что думаете, что предприниматели все хотят разоряться, банкротиться и не платить вам зарплату? Ну, это же абсурд. Ну, нет, конечно. Мы искренне верим, что вот сейчас все получится. Что все получится, что сотрудники будут довольны, что все будет стабильно, что бизнес будет расти. То есть когда не получилось, это у нас у всех не получилось. И вот развилка. Либо тебе уйти вниз, разочароваться в себе и больше не пробовать, либо ты такая, так, это все-таки классная тема, что-то я не то делаю. Наберусь знаний, поищу другую нишу, осмотрюсь, что можно предпринять после того, как разберусь в текущей ситуации. Пожалуйста, возьмите этот урок себе. Вот это была одна из ключевых развилок в жизни, как мне видится, со стороны. И я по себе это тоже знаю. Чем отличаются люди предпринимательского склада мышления и непредпринимательского. Быть может, вы поймете, что это не ваше. И тогда тоже хорошо быть классным наемным сотрудником. Это потрясающий, хороший выбор, если он вам нативен, созвучен. Вообще есть как бы же три стратегии. Ты можешь согласиться с текущим положением, подстроиться, да, ты можешь с ней согласиться, ну там гнилась, что-то там переживать. Можешь пойти на компромисс. Вот я не люблю компромиссы, потому что я считаю это отсроченный во времени конфликт. Но в том случае я решила, что надо пойти на компромисс и просто переждать. Ну, к слову, это было все в городе Мияз, Челябинской области, откуда я родом. Это не какие-то гигантские города, где легко найти работу в найме классную за большие деньги. Там тысячи пятьдесят, сто сорок, наверное. Сто сорок тысяч населения. Первый раз, в котором я родилась тоже, да. И у тебя не особо есть какой-то выбор карьерного роста, честно говоря. Конечно. То есть местечковая такая история. Там есть оборонное предприятие, на котором в основном большая часть города работает. И все. И все. И, соответственно, мне нужно было пойти в найм. Что я умею делать? На основе того, что у меня есть медицинский бэкграунд, я быстро получаю сертификаты, все вот эти косметологические документы, которые необходимы. И ищу лучшее место. Вот что с самооценкой? У меня все было в порядке. Вот лучшее место в нашем городе, где я могу работать косметологом. Самое дорогое. Самое дорогое, самое лучшее, потому что мне деньги нужны быстро, сразу. И работать я люблю. Я не тунеядка. И я нахожу фонград. Ризоттер-спа-отель на озере Тургаяк. А мы много раз там отдыхали. У меня бывший супруг из мяса, поэтому я очень хорошо знаю конъюнктуру. Хороший отель. Сейчас уже немножко, я бы сказала, такой подуставший ментально. Чуть они отстают от трендов. Прошло 10 лет. В силу локализации. Конечно. Ну это престижное место. Тогда он только открылся. Наверное, года два. То есть ему даже пяти лет не было. Что-то такое. Это просто был лакомый кусок, притяжение. Все хотели там, кто горничными работать, кто чем. Там и сейчас все забронировано. Если ты весной не забронировал, ты летом туда не попадешь вообще ни в какую погоду никогда. И, соответственно, я иду на Авито. Так, у них требуется вакансия. Я звоню. В общем, меня взяли сразу. Я начинаю работать. И здесь начинается та самая точка бифуркации. Если я до этого видела предпринимательство как преодоление, какие-то драматичные истории на самом деле, и все вот тащилось на таких, знаешь, морально волевых, и на авось, авось так, авось так, то там я увидела вот этих гостей, которые туда приезжают, их майнсет, уровень мышления. И когда там я понимала, что у этого гостя, это там, я не знаю, какой-то финансовый советник, а это депутат, а это бизнес-вумен из Екатеринбурга, это какие-то важные люди. И мне приходилось с ними коммуницировать. Состоятельные, красивые, образованные, требовательные. Требовательные. И у меня вообще поменялась картина мира. Я поняла, что я хочу жить вот так. Не вот так, а вот так. И главное, вот они со мной делились. И я была удивлена этой открытости. Да. Но я потом, вот сейчас анализирую, я же не глупая всегда была, начитанная, образованная. Что-то, видимо, во мне такое было, и может наивное. Но им нравилось со мной общаться. Ну вот пока мы там, что-то там, гостя провожаешь, или делаешь какую-то процедуру, да, то есть ты общаешься с человеком. И там была одна такая гостя, она все время ко мне выходила, проезжала, и она мне всегда говорила, тебе надо уезжать. Тебе надо уезжать. И притаскивала мне какие-то книжечки. Я не помню, знаешь, какие-то мотивационные книги. Я их читала, и мне тогда это казалось каким-то бредом. Ну то есть что-то я не... Ну, опыта нет. Да, это непривязано к твоей жизни вмять. Это никак не может это соединить. Да, да, да. Слишком высокая какая-то история для меня, да. Но я понимала, первое, такой мир существует. Второе, мне срочно нужно в этот мир вот этих всех женщин. Когда мне там сказали, что у нее блузка за 50 тысяч, моя зарплата 120, я как бы понимаю, что я чего-то не понимаю в этом мире, и у меня нет, ну как бы негатива. Я просто понимаю, что есть целый мир, который пока что мне не подвластен, он закрыт. Я потом всегда говорю, что есть теория таких туннелей. То есть мы не линейно растем на самом деле, а есть туннели. И переход из туннеля в туннель нужно что-то заплатить. Заплатить. Это не линейный рост. Вот сейчас вот я однозначно это понимаю. Не профессиональный, это не связано с профессией. Ты должен что-то заплатить, чтобы перейти в другой туннель. Либо компетенциями, либо навыками, либо качествами личности, либо реально какую-то жертву принести. Ну там, не обязательно, это не здоровье, не что-то такое, это вот просто там, допустим... Это просто плата, как купить входной билет. Мне тоже это очень близко, потому что люди прибывают благодаря, в том числе, вот этому инфопотоку в определенной иллюзии. Вот когда им деньги в легкость, вот эту идею подселили, я всегда говорю, у меня деньги в легкость, можно сказать, приходят, просто после 22 лет пахоты. Да. Вот. А так это правда. Ну накопилась вот эта вся доза, аккумулятивная. Конечно, уже просто, ты настолько раскачал этот маятник, что уже очень сильная инерция, тебе уже микродвижения нужны, чтобы получать вот этот грандиозный результат. Ну так 22 года, ну люди. Ну да, да. Ну просто придите в себя, честное слово. Ну вот если вот мы даже сейчас рассказываем, мы там уложимся в 40 минут, но это на самом деле там 10 лет, да, то есть плюс. Ремарку еще к твоей биографии, чтобы вы тоже понимали, развилку сознания. То есть у тебя медицинское образование, ты же пробовал на самом деле в больнице работать и все, и понятно, что это финансово тупиковый путь, к сожалению. Это отдельная тема, почему врачи и сотрудники там среднего медицинского звена к сожалению получают невысокие зарплаты в государственных клиниках. Это большая боль, мы сейчас с этим разобраться не можем, но ты что подумала? Какая есть прогрессивная, крутая профессия, которую можно... Коммерческая. Коммерческая. На базе медицинского образования. Косметология. Ты даже не пошла там, ну просто условно там врачом в платную клинику. Косметология. Это уже такая... Это надпотребности, а не надбазовыми стоят. И там соответственные люди, соответствующие клиенты, потому что косметология вообще не является. Конечно, а в то время... Вот сейчас это как бы... В онлайн я зашла на пике входа, то есть, а там вот реально это было что? Масочки, пощипать бровки, ты какой-то недоврач, ты какой-то непонятный человек. Но я поняла, что любая коммерческая специальность, вот сейчас этих врачей узких, эндокринолог, коммерческая специальность там, нутрициолог, то есть их очень много, переквалифицируйся, и у тебя будет другая ветка жизни, другой туннель. Другой туннель. И вот да, вот это как бы точка бифуркации. А смотри, чем заплатить? Вот люди сейчас захотят узнать, чем ты заплатила за переход? Ну, это была жирная взятка. Это знаешь как? Нужно думать деньгами в будущем, а не жить деньгами в настоящем. Вы себя цементируете. То есть, если вы все время нацелены на деньги сегодня, вы никогда не заработаете деньги в будущем. Ну, никогда. Нужно отказаться от чего-то сегодня, чтобы там было много всего. Я на самом деле там еще познакомилась с неким другим феноменом до вот этой жирной взятки, интрига. Это маркетинг. Что я увидела? Во-первых, это новый отель, он прогрессивный, и нам проводили тренинги. Да. Нами занимались, нам привозили каких-то спикеров, и вот предприниматель, он реально, попадая в чужой най, он улучшает все там. Да. Я пришла, мне показали кабинет, и сказала так-так-так-так-так-так-так-так. Со мной поставили в пару работать какую-то девочку, моей энергии было так много, что эта девочка уволилась через месяц примерно. Ну, потому что ты хозяйкой стала это твое пространство, по твоим правилам все. Очень понимаю, то есть предприниматель в найме, внутри случайного бизнеса, да, да, случайно попал в найме, ты просто начинаешь улучшать этот бизнес как свой. Там была такая фишка, там вестел почтовый ящик на кабинете директора, и можно было раз в неделю написать письмо по улучшению каких-то моментов. Конечно же, я предприниматель, я пишу это письмо, что нужно ввести аппаратную косметологию. Меня вызывают и говорят, обоснуйте экономический план, ну, типа, покажите финансовую модель, да, то есть вот этого мероприятия. Я такая, раз, чего-то, я не знаю, я быстро все это, так, все, вот вам финансовый план. Мы будем больше зарабатывать, это нужно людям, это прогрессивно, это интересно, и, соответственно, начальник, он не дурак на самом деле. Он понимает, что какая-то девочка хочет сделать какие-то улучшения, давайте ее послушаем. Меня послушали и сделали, как я хотела. Я начала еще лучше и больше работать и приносить денег. Потом мне дали задачу написать прайс. Это была суперответственная задача, потому что, как я потом узнала, прайс пишется на процедуры на 3 года, ничего не меняется. То есть надо во всю маржу попасть, это очень сложно, но это то время. Сейчас, конечно, возможно, прайсы пишутся побыстрее, потому что конкуренции больше, да. И меня привели в отдел и сказали, вот это какая-то комната, тут маркетингом занимаются, и все. И я поняла, у меня вот этот мэч, чего мне все время не хватало. Я не умею привлекать клиентов. Достаточное количество клиентов в тот свой бизнес. Я зациклена на производстве и на синтезе идеи. Да, и на качестве товара, или услуги. Да, это утопия. И сейчас, когда мне это люди говорят, как они создают свои продукты. У меня идеи полетели. Подожди, эта идея, возможно, не нужна. Там нет объема рынка, клиентов нет. И это не нужно, да. То есть мы должны протестировать эту гипотезу. И я поняла, как вот эти все клиенты привлекаются, какие ресурсы на это бросаются, и что реклама – это ключ ко всему. То есть сначала должен быть профицит клиентов, а потом масштабирование. А не как у нас. Мы создали что-то, намасштабировали, купили кучу площадей, каких-то арендовали, а клиентов у нас нет, и мы не знаем, как это привлекать. Я там достаточно долго, на самом деле, проработала. Потом я оттуда ушла в более частный салон, перспективный, и там я познакомилась со своим будущим мужем. И он мне показал еще один прогрессивный маркетинг. Это онлайн-маркетинг. Это американские школы. Но там это давно. Вот представь, нас на 70 лет заморозили, а там 70 лет развивалось. Я думаю, вот это номер. Какие предложения последовали? Переехать надо. Я уже накопила опыт от всего, что я видела. Ты кредиты закрыла все? Да. Надо завершить. Конечно, я закрыла все кредиты. Ты пошла в найм, ты правда получала просто 90 тысяч по тем временам, это очень большая зарплата. Ну да. Да, и 90 там дальше с прогрессии до 120, то есть ты расквиталась со всеми кредитами, ты набрала. Ну это был такой позор. Я помню, я пришла в кассу получать зарплату, а мне это бухгалтер говорит, что у вас там судебные приставы удержали. И у меня там такой, ну я вроде такая там вся важная, тут все создаю, да. Да. И у меня такие кредиты. Я так хотела, чтобы это все не знали, да. А это знали? Ну да. И тоже это вот, я вспомнила, как мне бабушка в детстве говорила, подняла голову и идешь. Молодец. И вот это у меня, так знаешь, эмоционально отпечаталось, и теперь что-то происходит, стыдно, неприятно, хотелось бы, чтобы это не было, но это есть. Это есть. И я стою возле этой кассы, и мне вот эти слова бабушкины, подняла голову и идешь. И я такая, да, хорошо. И все, я подняла голову и иду. И что там они смотрят на меня? Я иду. И соответственно, он мне предлагает переезд. Но я уже понимаю, что если мне нужно куда-то переехать, нужно что-то создавать свое. Уже вот с этой всей информацией, которая во мне есть. Уже вот в этой синергии, что он мне показал, что мне там дали, я безумно вообще благодарна. этому месту. Может, год-четыре проработала. Во-первых, это сервис. Как я помню все слова, которые нам там говорили, в плане того, что, знаешь, сотрудники делятся на три типа. Одна идет, видит мусор. Видит и не поднимает. Идет мимо. Вторая видит и поднимает. А третья делает вид, что не видит. И я все время, вот как бы, какие-то вот такие фишки, они как-то складываются, и вроде простые истории, но ты начинаешь так много понимать, все тебя все впитывать. Ты увидела успешный бизнес, крутую нишу, современные прогрессивные подходы, когда нанимают, тренируют, тренируют, растят сотрудников, и ты увидела клиентов топового уровня. Увидела окружение, увидела образ жизни, основы маркетинга. С супругом вы же тоже познакомились с будущим. Он тебя пригласил, как классного, крутого специалиста, провести обучение для сотрудников вот в этой сфере. И я пришла, я каждый раз куда-то приходя и открываю новое. То есть я вот работаю, я не знаю, как я влияю на людей. Я же просто делаю какие-то свои задачи, понимаешь, просто делаю хорошо, зарплата растет, столько процентов, потом столько. Ты принимаешь новую роль, меня пригласили провести обучение. Я, естественно, подготовилась, я провожу обучение, люди сидят и ищу, ищу. Я думаю, какая-то степень влияния значит есть на людей. Им что-то нравится, как я говорю, рассказываю, и это улучшило их работу. Как будто бы я учитель, понимаешь, какая-то вот такая роль, да, или мотивационный какой-то спикер, что-то такое начало прослеживаться. Я думаю, ну окей, как классно. И вот там было несколько таких моментов. Я, может сказать, каждый понедельник там кого-то учила, и это улучшало работу коллектива. Я тоже, можно сказать, вот через это воспитывалась. Ну а потом пришло время жирной взятки. И пришло время делать, это вообще легкий был выбор на самом деле. Я продала свою квартиру. Маленькую, которую мне купила бабушка, которая сказала, поднимаешь голову и идешь. Да. Ну это, собственно, это весь твой... Это весь мой актив, весь мой капитал, ничего у меня не было. У меня был неудачный первый брак. Мы жили в съемной квартире, мы расходимся и продолжать жить с маленьким ребенком в съемной квартире. Моей бабушке было как-то, ну, жалко меня. И она продала свою большую квартиру, ну как бы не продала. И две купила себе, двухкомнатную и мне однокомнатную. И все, это был мой единственный актив, что я еще могу продать. Мне нравится твой подход, потому что многим женщинам пришли, и если у нас выпуск, мы рассказываем твою жизненную историю. И там 80% времени могло бы быть посвящено тому, что первый неудачный брак, вы расстались, ребенку не было еще года. Это не главное. Ты одна, значит, нам с ребенком на руках без особенных перспектив. Еще там эти долги, кредиты нужно закрывать. Мне нравится. Это мы вообще упустили, как ничего не значащая подробность. И в одной строчке, а, кстати, у меня там был неудачный брак, еще был ребенок, еще я квартиру свою продала, чтобы как бы вступить в новую жизнь. Это тоже подходит. Это просто про твое ментальное. Ты продаешь квартиру и уезжаешь в Челябинск. Сначала да. Но ты знаешь, на самом деле там еще могла быть третья ветка развития. Выгодно выйти замуж. Я человек симпатичный, умный, кавалеры за мной ходили. И все время вот как-то вот эта история, у женщин же тоже у многих есть такое, просто выйду замуж. Там рожу второго, и это все сложится. Я как-то поняла, что эта система не будет работать мне на перспективу. То есть я себя тут, в этом месте не видела. Вот если вы живете и ощущаете, что это как-то и ваше место, и вы способны на большее, и у вас там есть внутри потенциал, не надо входить в ненужные обязательства. Ни с человеком, ни с людьми, ни с работодателями. Это все обязательства, которые цементируют локально на месте. Да, мы переехали в Челябинск, но, как оказалось, дело не в размере города, а в климатических условиях. Очень серьезный фактор, да. Да, но для меня, как оказалось, так, потому что я узнала, что есть такая штука, как аффективное сезонное расстройство. То есть биполярное расстройство, а есть сезонное расстройство, это разновидность такой эндокенной депрессии. То есть человек не может жить без солнца. После 30 лет это развивается у большого количества женщин в основном. До 30 это может проходить незаметно. И мы переезжаем в Краснодар. Квартиру я продаю за миллион. Это все, что у меня есть. И я, естественно, вот тоже я думаю, мне не родители, никто не препятствовал. В этом, кстати, тоже ключ. Вот иногда помощь, просто не мешайте. Да. Да, но если вы не мешаете, все будет хорошо. И никто же мне не говорил, «Ох, ты продаешь квартиру, все, теперь будет конец света». Ну, не могли такое сказать. То есть боялись или как-то… Ну, огромное количество… Или энергию чувствовали. Людей, конечно, бы сказали, «Ты что, у тебя хотя бы квартира есть, держись. Люди всю жизнь мечтают только хоть какой-то свой угол, а ты хочешь на ветер бросить эти деньги, потому что с неочевидным результатом». С неочевидным, да. Но я считала, что это правильный взнос. И я готова. Вот бывает такое, «Ты готова». То есть вот тогда, может быть, если бы я продавала квартиру, я была бы не готова и как-то по-другому развивалась. Мы переехали в Краснодар, и вот этот климат, и как-то вот эти условия, и то, что я обнулилась, обнулялась я как бы часто, меня никто не знает, и я могу быть кем я могу. Новая биография может быть написана с чистого листа. И я начала думать, как мне развиваться, что мне делать. Я, естественно, решила, что я буду работать на себя уже однозначно, и я не пойду ни в какой найм. Я начала уже смотреть как бы конкурентов. То есть я же работала косметологом. То есть вот эту ветку продолжала развивать, только уже на себя. Но у тебя там все хорошо получалось, ты очень быстро стала востребованной. Я вышла очень быстро на востребованность, потому что я научилась делать себе клиентов. Это ключ. Везде. И я не перебирала, «Ой, этот клиент не подходит или не подходит». У меня были объявления на Авито, у меня были бесплатные консультации, но я через год была самым знаменитым человеком в Краснодаре. Класс. Косметолог, я начинала. Косметолог, я начинала. Косметолог, я начинала. То есть вот такие вот пошли движения, понимаешь? И подтянулись не только как бы клиенты, а коллеги, которые захотели узнать, как это вообще работает. Научите, подскажите, передача опыта. Ну и плюс ты одна всех обслужить, правда, не можешь весь Краснодар. Ну понятно, да. И ты можешь цены поднимать, поднимать, но все равно есть какой-то разумный потолок в этой истории. Хотя у меня тоже там было такое, что мне когда показали, кто там топы, я думаю, блин, вот у них такие цены. Ну это прям минута. Знаешь, вот у предпринимателя есть такая штука, вот все говорят, что такое адаптация? Адаптироваться или что? Это когда у тебя пять вот этих стадий, что там, непринятие, гнев, что-то там, отторжение. Это за 10 секунд пробегает, и ты как бы уже действие, решение выдаешь. А у людей это на годы. Ну можно годами, годами залипать, да. А ты такая все, типа, как это может быть, это не может быть, почему они, а не я, а потом все, принятие действует. Да, все, я это не хочу смотреть, я вообще ничего не хочу видеть, я начинаю работать. Причем там, какое-то количество я просто всех людей хотела познать, их боли, смыслы, что вообще происходит, а потом я работала в премиальном сегменте. Со средним чеком 30-40 тысяч. Это была быстрая история. Что тебя не удовлетворяло? Меня не удовлетворяло, как будто я аккумулирую больше энергии, чем я отдаю. Могу еще? Я могу еще что-то делать. Как будто бы я опять себя куда-то зацементировала в какой-то образ, я наращенный, как будто бы это роль и все. Вот когда вначале мы сказали про роли, то есть роль, она может быть и во благо, и не очень. Почему я так думаю? Вот смотри, роль может подходить, и тогда ты как бы в дофаминовой профессии, но все классно, да? Роль может устареть. И ты становишься заложником этой роли. Вот часто это бывает у врачей, полицейских. И роль может не подходить. И когда роль не подходит, вот у людей выгорание, депрессия, мне как бы роль подходит, но я в заложники уже выхожу. И я думаю, надо вот в этой деятельности найти второе дыхание. Пока вот я вот так размышляла. Вот если вы сейчас коуч, психолог, медработник, и если вы чувствуете выгорание, не нужно ничего бросать, посмотрите, как на эту деятельность дать ей какую-то другую форму. Один в один у нас только, что с радой был эфир про выгорание, вот то же самое, это очень важно. То есть, во-первых, не выиграть, это твоя ответственность. Не выбраться из выгорания, это тоже твоя ответственность. И перестаньте все бросать. Вот тоже. Бросать не надо, да. Это в риторике очень проявилось. И что люди очень быстро, опять же, от всего отказываются? Пересоберите. Это может быть другое расписание, это могут быть другие клиенты, это может быть другая локация, это может быть другой проект внутри существующего, какое-то ответвление. Посмотрите, как можно пересобрать. Я абсолютно с тобой согласна. Что сделала ты? Вот тут как раз появилось вот это обучение. Ну, тут еще такая появилась важная штука. Мне мой муж дал книгу. Ой, да. Давай скажем название и сразу скажем, что книгу эту прочитать нельзя. Да, я расскажу сейчас, почему все, что я читаю, прочитать нельзя. И все люди, как бы хотят что-то вот из этого прочитать, я говорю, что это невозможно. Мой муж очень много лет занимается американским маркетингом. Очень много лет. И это узкая когорта людей, таких, знаешь, маньяки. Да, класс. И у них есть такая история, ну, например, ты поехал в Америку, купил какие-то книги или прошел какие-то тренинги неизвестных, это не то, не робится, это что-то не попсовое американских вот маркетологов, привез, перевел и по своему кругу вот это вот все распространил. Понимаешь? Это еще одно. А что так можно было? А что так бывает, ты можешь и так сделать. Ты можешь стать узким специалистом, обладателем уникальных знаний, и причем неизвестным, в широком кругу. Конечно. И просто серо-кардинальские вот эти дела среди своих. И все знают, ну, это нужно к нему пойти, вот он точно знает, он мне уже помог и так далее. Да. И он, у него там вот эти терабайты, да, вот этих как-то книг, и он может что-то искал или как-то это произошло. Он сказал, смотри, я тебе хочу дать книгу. Там книга 44 страницы, это может так звучит. Сразу с названия я поняла, что эта книга подходит. Как зарабатывать 4 тысячи долларов, сидя в трусах на кухне каждый день. Одному там еще помню. Одному, да. Да. Одному. Естественно, одному. И уже было понятно, что это не в оффлайне. Ну, сидя в оффлайне в трусах, вы ничего не заработаете. И эта книга, она была лид-магнитом. То есть, это такой бесплатный, можно сказать, продукт, который люди читают, поглощают, либо смотрят. Сейчас же вот все проходят какие-то воронки. Тебе что-то дают в обмен на подписку. И я ее прочитала. Это тоже такая мини-биография, как человек что-то сделал из своего дела, смоделировал новую модель прибыли. Да, то есть, эти же деньги, но по-другому. Из этой же профессии, но другие деньги, так скажем. Пересобрали. Да, пересобрали. Я думаю, какая крутая штука. Зачем мне кого-то учить в оффлайне, если я могу кого-то учить в онлайне? Зачем мне влиять на 10 человек, если я могу влиять на сотни человек? Зачем мне влиять на сотни, если я могу на тысячи? Я могу? Да. Подняла голову, выйдешь. У меня есть бэкграунд, вот тут как про экспертность, да. Есть бэкграунд, есть отзывы, есть метод, все, что надо. Есть профицит людей, они хотят, они не могут. Ко мне из Москвы приезжали на обучение. Какая классная штука. Сначала я собрала просто оффлайн-конференцию. Интересно было, сколько ко мне придет людей. Пришло примерно там 120 человек. Это круто. Это круто, да. То есть я как спикер, вот я их наставник, я начала свою пропаганду в этой нише. Я назвала сообщество «Белая косметология». То есть я отстроилась от рынка. То есть у меня был как бы очень хороший личный бренд. Очень сильный, очень высокие цены. И я подумала, что надо снять какой-то курс обучающий для младших коллег. Вы всегда снимаете все для младших коллег. У нас просто некоторые думают, что они экзамен какой-то сдают. Сняла, он мне не понравился, я его опять переснимаю. И что-то пошло не так, он начал лежать, так скажем, ждать какого-то своего дня. Этот день настал во всем мире. Он называется «Ковид». Хочешь ты в онлайн, не хочешь. Работать в оффлайн ты ходить не можешь ногами. Все это запрещено. Я работаю всегда в законодательной системе. Что у меня было? У меня были соцсети. Я уже регулярно вела эфиры, я была проявлена. То есть это не та история, что я была ноунейм, и там как-то мне надо было прокачивать проявленность. Нет, это было сразу. И я блог вела, правила всех контент-маркетинга. То есть я все это понимала. Я просто начала общаться с людьми, проводить прямые эфиры и говорить, что у меня есть вот такой вот курс. Но там же случилось уникальное. Такого больше в мире, я надеюсь, никогда не произойдет. Во-первых, никто не обучал онлайне массово, никаких людей. В моей нише была я и еще один человек на то время, кто сделал это после меня. То есть вот так вот сошлось. Знаешь, как бывает такой мэч, все как бы сходится в одной точке, как будто бы это вот должно было случиться. Люди все сидели дома и все сидели в телефонах, хочешь ты этого делать или не хочешь, да? И они все были вынуждены поглощать эту информацию. Другого варианта у них не было. И когда я говорила, что у меня есть курс, люди стали говорить, давайте мы у вас его купим. Он стоил 9 тысяч, первая его цена. Они его купили там просто с эфира, потом еще с эфира, потом еще. Я думаю, надо делать запуск. Зачем я каждый день выхожу и говорю, давайте подумаем, как рационально подойти ко времени. Давайте я выйду один раз, что-то скажу и это купят много людей. То есть что такое запуск? Вот это именно, вот это модель. Это очень круто. Мы с вами еще по определениям пройдемся, потому что многие недопонимают, что такое воронки. Это всего лишь модель продаж. Запуск, да, это всего лишь модель продаж. Да, всего лишь модель продаж. Одно точечное, сильное действие, привязанное к какой-то дате. То есть запуск, это всегда дата, это всегда ограниченный срок. Ты можешь присоединиться только до этого момента и далее уже стартует поток. Да. И я начала собирать свой первый запуск и у меня был бюджет 70 тысяч. Это было нормально. Дешевые были подписчики. То есть они же все сидели. Их не надо было ниоткуда выдергивать. То есть вот давай я тебе скажу, там подписчик стоил, допустим, я не знаю, там 3 рубля, да? Конечно. А сейчас он стоит 2 доллара. Ну вот, чтобы люди понимали. И дороже. И дороже. И 500 рублей, и 1000 рублей подписчик стоит. Конечно, конечно. А тогда 2 рубля. Вы просто соотнесите 500 рублей, и это тоже нормальная цена подписчика. И 2 рубля тогда. И плюс, это еще до было СВО, то есть не было ограничений на социальные сети, они все были легальные, работали рекламный кабинет, и можно было настраивать институт рекламной кампании. Это запрещенное было социальные сети, потому что там самый уникальный был таргет, он очень быстро всех искал. И люди собрались, такая специфическая еще была модель, я сначала их взвала в закрытый аккаунт, там проводилось мероприятие. В общем, я настолько что-то в себя не верила, я думала, ну давайте это купит 18 человек, посмотрим, как это выглядит. Я готова на 18 человек. Но надо уточнить, я сейчас уже не помню, но это было больше 200. Ну вот я заработала 3,9 миллиона. Сразу тебе квартира вложила рубль, вытащила. 70 тысяч вложила в таргет. И вот сейчас вы начнете говорить, вот так, да, да, это можно было, ну слушайте, это так же, как такое было время. Такие были условия. Ну сейчас ты вложишь 300 тысяч, какая разница, я не понимаю. То есть смысл, ты все равно их окупишь. Если правильно выстроенная модель, ты все равно их окупишь. Что 1000 рублей стоит подписчик, а курс у тебя, например, стоит 20 тысяч. Да какая разница? Моржа все равно большая. То есть вот эта история. И у меня было ощущение, вот когда меня спрашивают, а что вы почувствовали, вот это же возврат, вот ничего. Я почувствовала, что так и должно быть. Все правильно. Вот это я почувствовала. Вот все, что я вложила, вот это все, что мы рассказывали до, вот это стоит 3,9 миллиона. Ну может даже больше, но вот оно, вот так выглядит. Ну и поэтому, когда ты вложил в это много лет, столько труда, столько переездов, столько рисков, столько новых действий, на которые не решались все остальные, ты получаешь 3,9 миллионов рублей, и такой, окей, это абсолютно закономерно. И ты не чувствуешь, что ты хакнул систему, это все просто правильно. Нет, я считаю, что это вообще я эксперт, у меня купили. Дальше начинается самое интересное. Вот вначале сказали, что есть какие-то люди, которые инфо-цыгане. Действительно, люди, не создающие продукты, они не понимают, что там начинается customer experience, проживание клиентского опыта, выполнение обязательств. И ты берешь эти 3,9 миллиона, и я их не трачу. Я никогда не трачу деньги с запуска, потому что я не выполнила обязательства. То есть я их потом начинаю как бы вкладывать, тратить, что-то делать. Для меня это честная игра. Я ухожу на сопровождение продукта. То есть продала-то ты классно. А дальше ты что? Отработай. Это просто деньги вперед, авансом, люди поверили. Это надо доказать, что продукт классный, что ты классный. И потом, когда они стали писать отзывы, и благодарить, и улучшать свои навыки, и просить следующий курс, я им создавала 15 курсов. У меня была целая школа. Большая. И это аккумулировало 4-5 тысяч всех людей. Понимаешь, они вот как бы все этого ждали. И это очень сильная история. Потом я создавала сообщество, комьюнити. Я очень долго с ними проводила времени. То есть я была всегда в клиентах. Я понимаю, за что они любят инфо-цыган. У них вебинар закончился, окно продаж закрылось, и все. Это абсолютно так. Я тебя поддержу. Это меня так глубоко возмущало. Я в негативном смысле говорила, что так можно было. Миллион запусков, когда люди, у них даже нет продукта. Нет продукта, да. Они просто придумали, и они потом, в зависимости от того, сколько они набрали, они потом сочиняют этот курс. Понятно, что у них есть некая какая-то там экспертиза и представление о том, что они хотят. У них даже нет записанных уроков. Но я была маньячкой в другую сторону. То, что ты говоришь. Мы, извините за крупное слово, выдрачивали этот продукт, эти уроки. Мы их снимали, переснимали, монтировали. Все должно было быть такое понятное, такое экспертное, такое прикладное. В каждом обязательно еще таблицы, какие-то слайды, сопровождение, чтобы человек взял этот инструмент, чтобы точно дошел до результата. Но мы не уделяли внимания как раз продажам. У меня был классный продукт, но на первом потоке в школе интервью я не помню, 6 или 8 или 12 человек. Ну, это вот такие цифры. Не 20 и не 30 даже. Они все были в чате, я всех сама сопровождала. Это тоже был важный опыт. Но я помню, как мы 90% времени, посвятили вот этому классному продукту и 10, 5, 3% как собрать аудиторию. Мне казалось, ну, это же очевидно, это же всем нужна коммуникация. Это тоже была ошибка. И потом ты вот наошибаешься, наошибаешься, онлайн, который тебе ничего не приносит. И я была тем же самым скромным профессионалом, для которых я сейчас выступаю, для которых наши с тобой беседы. Когда я думала, да как так? У меня университетское образование соответствующее. Я 16 потоков оффлайн на тот момент выпустила, вот 250 предпринимателей и экспертов, которым помогла продвигаться. Моя экспертиза тверже некуда. У меня 12 человек, блин, в чате. И когда я видела другие продукты, мы покупали, что посмотри, как люди сделают. Какие там записаны уроки? С экрана телефона запись, они даже не отрезали вот это. Вы меня слышите? Поставьте плюсики там, отправьте единички. Я говорю, так это же просто, это же халтура. Как можно это делать? А не вот эти автовебинары, тоже считалось это уроком. То есть, то, что ты продавал, это же часть обучающей программы. Для меня была дикость. Люди зато качали именно продажи. Золотая средина. У тебя должен быть классный продукт, и ты должен классно его продать. В общем, вот вы видите, какое большое количество вот этих развилок, где можно пойти по не тому пути. Тьяна и я, мы для вас уже этот путь прошли, и сейчас просто из выпуска можно брать концентрат. Слушай, бесконечно можно разговаривать. Я предлагаю сейчас зафиксировать на том, что ты готова отдать людям, которые нас смотрят, куда мы их поведем, и предлагаю, раз уж мы так открыто, честно говорим, что это, это предпродажа, или как это работает. Расскажи, пожалуйста, вот про тот бесплатный продукт, на который можно прийти, чему ты там учишь людей, и какой дальнейший путь клиента. Понятно, что они могут ничего не купить, но могут купить и получить какие-то для себя преференции в жизни, и вообще билет в новую жизнь. Да. Ну, знаешь, вот тут можно говорить такими скриптами людей, которые это прошли. То есть я теперь не учу косметологов, я учу предпринимателей, потому что там еще я открыла клейнику, и там еще был целый пласт работа. Да, мы обязательно в авторгодские. Но в чем как бы история, почему американский маркетинг лучше российского, которого не существует? Конечно. Российский маркетинг это переводной американский маркетинг до пятилетней давности. Да, да, да. Есть причина. Потому что в России очень много любят придумывать, создавать продуктов. Иди. А американцы, они по-другому устроены. Они создают один раз и очень много это продают. Они не будут переупаковывать, что-то делать. Поэтому у них это очень сильно оточено в плане продающего вебинара и пути клиента, и продуктов маленьких и больших и всяких разных. То есть это бесценнейший опыт. Результаты получаются только у тех людей, кто соединяет в себе две субличности. эксперт, который создает продукт и идею, и предприниматель, который этот продукт продает. Либо самозанятый. То есть какой-то статус должен поменяться у человека. Вот эта роль, она должна поменяться. Или, как я говорю, вы должны не хотеть создать продукт, а должны хотеть его продать. Вот представь, что ты изобрел пенициллин. Да. И ты не можешь молчать. Вот если ты эксперт в своей нише, и ты видишь несправедливость, относись к своему продукту как к пенициллину. Ты просто должен любые способы привлечения, вовлечения, покупка рекламы, донести до аудитории любым способом, чтобы люди узнали, что у тебя классные вот эти моменты. Это суперноватерская мысль даже для меня. Ты должен хотеть продать продукт. Продать продукт, а не создать. А не создать. Потому что создать эксперту, смотри, эксперту создать продукт рядом с наставником два часа. Сто процентов. Два часа. Вот я на это трачу два часа, они не понимают. Вот они иногда приходят на групповую программу, у меня есть групповой формат, они приходят, и они очень сильно верят в продукт. Первый майнсет. Ребята, продаем мы не продукт, мы продаем коммерческое предложение. Мы его, это вообще не про это. Не нужно. Давай просто структурируем твою экспертность в метод. Да, то есть для кого это, для чего это. Ну, я думаю, вот когда будут разборы, там можно будет посмотреть, как это происходит. И это быстро. Все остальное, это продвижение. Продвигайте через социальные сети любыми как бы способами, как говорится, законными любыми способами. Потому что ваша задача отдать продукт людям. И чтобы люди этот продукт оценили, прожили и вернулись к вам за следующим продуктом. Вы же этого хотите. И как говорят мои ученики, что я меняю судьбу. Ну, то есть это, например, скрипт. И вот, потому что мы думали, что наша судьба и предназначение это вот это вот. Сидеть в кабинете, что-то делать и это делать всю жизнь. Представьте, выбрать что-то одно на всю жизнь. Вообще навсегда. Один город, одну профессию. Прям вообще на всю жизнь. Из-за чужой жизни наблюдать только в интернете. И постоянно... Сейчас время, когда ты можешь прожить несколько жизней. Несколько жизней, да. И когда они приходят и они видят вот этот путь, вот этот туннель. Ну, ребят, ну да, надо заплатить за туннель. Ну, как минимум за обучение. Потому что по-другому не бывает. Ну, уж не квартиру, конечно, но за обучение и за наставника надо заплатить. Выход в туннель, он так возможен. Он не вот так возможен. И, соответственно, у меня есть бесплатный вообще продукт из четырех уроков. Это правильно. Я сделала специально, чтобы люди поняли мою идеологию. Так. Это очень классный продукт. Вот на него тогда мы оставим QR-код и на него оставим ссылку. Я очень люблю, когда мы через бесплатный продукт ознакомим с экспертом. То есть первое касание вы видите в интервью. Вообще, это суперотрезвляюще был выпуск. Я тебе благодарна. Сколько бы мы ни говорили, я сама из этой сферы. Ну, было очень много новых мыслей. И было очень четко, рационально, с холодным рассудком. Все объяснено, как это работает. Это почему это важно? Я уверена, что сейчас вот часть людей примут решение, да, мне это нужно, потому что я к этому готова. А часть понимает, ой, это не мое. И это тоже крутой результат. Потому что, ну, как бы, когда это не твое. Ну, это возможно сейчас не твое. Так бывает. Потому что там будет разочарование. Ты же правильно сказала. Это может быть не время. Это может быть не та профессия. Может быть, ты профессию второй половины жизни обретешь. Действительно, я знаю кучу условно бухгалтеров, которые психологами стали и теперь довольны. У меня есть коллега, потрясающая. Она великолепный журналист была всю жизнь, медиа-менеджер. Она сейчас грандиозный астролог. Она очень много лет училась. И это ее призвание. Это вообще не проблема. А дальше, мне кажется, люди вообще будут по 7-8 направлений менять или совмещать. Вот, например, чтобы реализоваться в онлайне, ты должен быть кем? Немножко коучем, немножко психологом, немножко артистом, немножко спикером. Нас научили даже выкладывать композицию, фотографировать еду. То есть нас в социальной сети вообще сделали какими-то уникальными людьми. Мы везде видим красоту, декомпозируем на контент. То есть мы все делаем очень быстро. Диджитал, новый язык, то есть вот эти смайлики, эмодзи, какие-то моменты, это вообще все новое. Все, по ссылке в описании переходите и получаете 4 урока. Про что они? Первое, самое главное, как создать продукт. То есть это вообще как бы система, по которой мы идем. Быстро, безболезненно, четко, там дается везде упражнение. Все заканчивается конкретное упражнение. Кто, что, как. То есть ты описываешь свою методологию, там все понятно. Это не долго. Дальше мы должны понять, где мы будем продвигаться. Инстаграм, Телеграм. То есть если вы живете не в РФ, вы все точно так же можете делать в Инсте. Это будет быстрее, классно и супер. Вот у меня там из Казахстана тот же самый Таргет. Вот у них все есть, у них мир не остановился. Если вы живете в РФ, то я делаю запуски через Телеграм. Там, где можно купить платный трафик, быстро, зная, сколько стоят лиды в твоей нише, эти две площадки с точки зрения привлечения клиентов и их монетизации. Ну и что такое маленький продукт-пробник лид-магнит? Он обязательно нужен. Вот эта вот вороночка, да? То есть люди вот же знают воронки, воронки, а что это такое? Вот я вам рассказываю, воронка это вот это. Вы даете что-то в обмен на то, чтобы человек уделил вам внимание и вообще там почитал что-то, да? Как создается этот лид-магнит из основного продукта? И последний урок, это что такое продающий вебинар? Чтобы люди не боялись, что, ну, во-первых, это самое конверсионное и ключевое действие, которое приносит деньги. Только оно, больше ничего не приносит деньги. У меня есть такое выражение думать с конца. Вот вы вообще всегда, вот там даже сотрудник ко мне приходит и говорит там какая-то проблема. Я ему говорю, начинай с конца. Что там денег надо и что там? Да, да. Что там в конце есть? Вот думайте с конца, что в конце вы будете сидеть на классном продающем вебинаре и рассказывать, какой у вас классный, офигенный продукт и как он влияет на вашу нишу. И люди будут хотеть его купить. И это не те вебинары, которые вы видите, потому что, будем честными, 90% вебинаров на рынке это полный отстой. Спикер краснеет, не умеет, стесняется, его не научили, он чувствует большую неловкость и он говорит, нет, я не буду вот точно так же, что ли, сидеть и это делать. Вебинары это мероприятие, это праздник. И он должен быть создан правильно. Вы в энергии, вы красивая, вы нарядная, вы готовая. Просто это не вот так все надо создавать, а именно понимать. Я хочу посмотреть этот продукт, потому что у нас же будут гастроли на ютуб-журналах женщины, и мы думаем, как про них рассказать. У нас масса инструментов, у нас есть свой канал, есть мои социальные сети, а может быть, это должно быть такое предсобытие. Я считаю, это должно быть только запуск. То есть вот все, что грандиозное, это должно быть... В чем магия вот этого мероприятия? Смотри, вот магия очень проста. Я запусков сделала 30+, и я знаю, что людям нравится, когда им продают, но виртуозно. Супер. Понимаешь? Виртуозно. Да. Не вот это вот тихонечко купить и у меня, где-то вот тут, а вот тут выгода, вот тут бонус и тут скидка. Им не нужна ваша скидка. Там вообще все по-другому это выглядит. Людям нравится, когда им продают, когда их вовлекают в это. Так, а что, что ты можешь мне там рассказать? И вот это как-то химия, она так работает, и даже в канале, и в блоге, и ты ждешь, и ты вот эта дата, и люди приходят и покупают, а потом реально так ты уходишь там учить этих людей, а те просто как бы наблюдают, ты там внутрянку транслируешь, кто... И все довольны. И все довольны, они просто не готовы. Есть такое понятие моментум. У них просто не было денег в это время, их не было в социальных сетях, они не успели вовлечься, и они дозреют как бы на следующий раз. То есть вот и все. Вот все, что вы придумываете, делайте из этого мероприятия в онлайне, и тогда будут большие продажи. Конец первой серии. На самом деле просто грандиозный, отрезвляющий, впечатляющий, мотивирующий выпуск произошел. Его смело по нашим законам можно... Мы что, сейчас лишним же писались, да? Смело можно было бы делить на два, но мы делить не будем. Наша задача постараться написать такой заголовок, такие сделать заманушки, чтобы людей вовлечь и чтобы они досмотрели до конца, потому что это был полноценный рассказ о том, как в мире инфобизнесов в том числе все устроено, почему одно успешное, а другое неуспешное, и что конкретно вам нужно делать, и как конкретно ваша голова должна работать. В этом смысле я, надорогая, тебя благодарю. ссылка на вот эти четыре урока это не просто азбука, это на самом деле, если вы их пройдете глубоко, вдумчиво и сделаете так, как там сказано, это начало вашей успешной карьеры в сфере информационного образования. Это совершенно точно. По QR-коду можете переходить или по ссылке в описании к этому видео. Ну, а дальше у нас всегда в описании, конечно, контакты экспертов есть, естественно, оттуда тоже можно будет уйти на твои обучающие программы, если люди захотят с тобой как с наставником работать уже более прицельно. У меня в жизни лучше инвестиций не было, чем покупка окружения, покупка знаний, покупка экспертности другого человека, который знает либо больше, чем я в моей нише, либо что-то другое, чего я не знаю вообще. Это лучшие инвестиции. И вы же все время спрашиваете, а как вам удалось, а вот так. Да, а вот так. А вот так. Ссылки для вас лежат, и до встречи в следующем выпуске. Благодарю, я предвкушаю. Спасибо. Я сама максимально просто вовлечена сейчас в происходящее, и у меня две части мозга. Одна присутствует на съемке, и мы сейчас это записываем, я анализирую, и очень включена в нашу беседу, а другая часть головы уже думает, как это можно применить, что мы делаем. Это первый признак, что перед тобой профессионал. Ты начинаешь как бы понимать, потому что здесь бэкграунд. Вот это тоже важно, не все могут оценить информацию, бэкграунд нужен. Ну, то есть это как вот человек ходил по лабиринту, а потом ему показали карту, и он такой говорит, а что, карта была? В смысле? Да? А я как бы вот ходил. Это похоже еще на тезис, который я тоже говорю часто, про то, что люди иногда не могут понять, что качественное, что некачественное. Ну да. Что плохое, а что хорошее именно по качеству, по наполнению. Потому что у них нет бэкграунда, им не с чем сравнивать, нет образца. И поэтому они потребляют некачественный контент, поэтому они ведутся на какие-то бессмысленные призывы, очевидно, которые не воплотятся никогда в жизнь. У нас аудитория достаточно продвинутая. Мы 4 года не зря работаем, и огромное количество девчонок вышли как раз в новую реализацию, в том числе благодаря экспертам канала. Я надеюсь, что этот выпуск тоже запустит огромное количество деятельных, качественных, крутых услуг, продуктов от вас, дорогие, кто нас сейчас смотрит. Увидимся в следующих интервью. Субтитры сделал DimaTorzok